Сгодно с официальными дадинами, зараз у Беларуси на диспансерном улику находится около 170 тысяч человек, которые покутаются на алкоголизм. Но если улечить всех людей с так называемыми «розыкованными поводинами», то эту лечбу можно повеличить не в 5 разов. Проблема отремляется с оправдой державного взрыва. У Воголя некоторые медики лечить, что по генетичной схильности захворить на алкоголизм можно не больше 5% населения. Причем специалисты особо подкресливают, что это миновито хвороба и относится до ее необходимоотповедно. Ни забороны, ни тембошь репрессивные меры ситуацию не полепшить. Разом с ним сегодня приходится констатовать, для организации с оправдой эффективного лечения необходимо еще шматчагу сделать. Начинающие от подректовки кадров отповедной квалификации, бо далеко не каждый медик, цей социальный работник, здольный допомогать залежным. Плюс открыть центр реабилитации, яке будут працовать в тесном взаимодействии с громадскими организациями и волонтерами, злику былых алкоголиков и наркоманов. До речи в дополнение дояснующих зараз примусовые и доброохотные формы влечения специалисты пропонуют увезти еще одну, альтернативную. Это, когда за место притягнения до администрационной отказности, человеку могут пропоновать пройти спецкурс. Должны быть отделения реабилитации, сейчас повторяю, в 100-тысячниках и в 75-тысячниках. Крупные центры мы выберем с каждым индивидуально, и мы должны, если общественная организация нет, сделать все то, чтобы эти общественные организации появились с волонтерами, социальными работниками и так далее и тому подобное. Как чекается, все конструктивные пропоновы будут уличены у качаткового варианта концепции социальной реабилитации особ, яке покутаются на алкоголизм, наркоманию и токсикоманию. В уголе работу плануется вести одночасово по некольких накерунках, от приобщения о якосе алкогольной продукции до узмацнение дисциплины на предприемствах. До речи, 16% узвольненных за работы зараз страчивают ЕЕ по причине знаходжения на працанном месте устанья алкогольных опьянений. Правда, для тех, кто выросшил почать новое житё, распроцовщики концепции предуглеживаются обовязковые працевладкования. Во умовах проведения модернизации предприемств и укоронения сучастных технологий, повеличивается опыт на высококвалификованных специалистов, а для и для былых залежных працанное место повинно сноситься так само. В любом случае, ведь сегодня это не только высокотехнологичные предприятия, где может работать этот человек, это есть и другие организации, где надо предусмотреть места для их трудоустройства. А если говорить о тех людях, которые имеют зависимость, ведь это не всегда люди, которые не имеют квалификации, это достаточно людей, которые имеют и высшее образование. Алексей Теров, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.